У казаков есть пословица, турки падают как чурки, а наши, слава богу, стоят без головы. Прусский король Фридрих Великий говорил о русском солдате так, русского солдата мало убить, его надо еще и повалить. Здравствуйте, люди добрые, вы находитесь на канале Голос Правды, с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе началась самая настоящая война, к этому конфликту еще и присоединяется уже Турция, ее самолеты барражируют над Арменией, наносят авиаудары. Недавно был сбит армянский Су-25, турецким самолетом Ф-16. Турция, конечно, это отрицает, но похоже, что все обстоит именно так, а не иначе. Друзья, вы знаете, вот этот конфликт, похоже, он действительно ведет к началу Третьей мировой войны. Я проанализировал предсказания русских православных пророков, греческих православных пророков, в частности, отрока Вячеслава и Паисия Святогорца. Вы знаете, оба пророка, они говорят как-то вот о предстоящих событиях однобока. Каждого интересует только своя страна. То есть, Паисий Святогорец говорит о том, что в начале Турция будет побеждать своих соперников, в частности, захватит даже весь Кипр. Но затем ситуация изменится. С севера придут русские, а под русскими очень часто подразумевают всех русскоязычных людей. Неважно, какой национальности, русские, татары, чеченцы, дагестанцы, ингуши, калмыки, не знаю, якуты, чукчи, неважно. Все они для наших врагов это русские. Если мы говорим по-русски, думаем по-русски, живем по-русски, то мы и есть русские. И вот эти русские придут и захватят Константинополь. Кстати, раньше Константинополь наши предки, славяне, называли Царьград. Всего Царьград был захвачен три раза. Два раза он был взят, так скажем, в реальности. И один раз он был захвачен, так скажем, в психологическом плане. То есть первый раз Константинополь или Царьград захватили крестоносцы, предавшие византийцев. Второй раз это сделали турки. И самый первый раз, почему-то об этом забоевают очень часто, был захвачен славянским князем Вещим Олегом. Он поставил свои корабли, свои ладьи на колеса и с помощью попутного ветра дошел на этих ладьях до города. Византийцы испугались вот этого ноу-хау по тем временам и заключили очень, очень удачный мирный договор для славян. То есть разрешили им торговать с огромными привилегиями. И даже славянский князь Вещий Олег прибил свой щит над воротами Царьграда. Неслыханное дело. Вот что-то подобное, похоже, произойдет и в современной Турции, по предсказаниям Паисия Святогорца, она перестанет существовать. Ее разделят, похоже, Россия, Греция, Армения и Иран. Вот эти четыре страны ее разделят. В этой войне будет участвовать также Китай, Утрак Вячеслав. Но многие православные пророки предсказывали, что он нападет на Россию, оккупирует всю Сибию. По предсказаниям Паисия Святогорца, Китай также пойдет через Ефрат. То есть, там даже есть предсказания о численности китайской армии в 200 миллионов человек. На самом деле, уже на данный момент у китайцев есть такая армия в 200 миллионов человек. И в одном из предсказаний говорится, что будет осушен Ефрат. То есть, турки поставят ирригационные какие-то сооружения. И из-за этого Ефрат наполовину высохнет. Но тот же Паисий Святогорец говорил, что если 200 миллионная армия Китая подойдет к Ефрату, она может просто выпить его. То есть, представляете, если 200 миллионов китайцев зачерпнут даже по кружке воды, Ефрат высохнет. Это напоминает мне древние высказывания полководцев. То есть, кто-то из полководцев говорил, и шлемы моих воинов вычерпают Днепр. По-моему, так что-то было подобное. Вот подобное произойдет на самом деле. Грустно, конечно, наблюдать, что мир не прислушивается к предсказаниям святых. Никому это не интересно. Жаль, жаль видеть погибающий мир. Но, с другой стороны, я даже рад. Много людей погибнет, но еще больше людей спасется через вот эту войну. То есть, по предсказаниям того же отрока Вячеслава, говорится о том, что две трети России вырежут китайцы, но затем сами китайцы, очень многие, примут православие. И в России тоже очень многие примут православие. Затем православие примут северные страны Европы, затем западные, затем южные. Все сбудется, друзья. Что еще добавить? Вот на данный момент в этой войне, конечно, я не вижу, за что воевать. Армяне воюют за свою землю, азербайджанцы воюют за свою, но нам, русским, пока там делать нечего. Правительство Российской Федерации уже хочет направить миротворцев на территорию Армении, но я думаю, что их могут убить. Те же азербайджанцы, турки, они не будут смотреть на них. И в принципе правильно сделают, потому что все помнят, чем закончилось присутствие российских войск в том же Крыму. Так называемые вежливые люди, или их там нет, и оккупировали территорию Крыма. На них не будут смотреть, их будут просто убивать. Это мое личное мнение. Друзья, пишите ваши комментарии, что считаете вы, что произойдет в будущем. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. И последнее еще предсказание. Паисий Святогорец говорил о том, что когда начнется вот эта третья мировая война, в конце нее люди будут просто подходить к людям и просить, уважаемый, расскажи нам о Христе, что он говорил в Евангелии, будут тянуть за рукав. До свидания.